Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за четверг, 9 ноября 2023 года, на нашем канале. Эмбрака объявляет о новом позиционировании бренда. СПБ, ТПП и Турецкая ассоциация ИСИП обсудили сотрудничество в области кондиционирования и вентиляции. UBC Group построит завод по производству холодильного оборудования в Казахстане. Склад для хранения вид препаратов построят в Бурятии. Реконструкция Ледового дворца Эшсталь продолжится в 2024 году. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Эмбрака объявляет о новом позиционировании бренда. Эмбрака, бренд холодильной техники для жилых и коммерческих рынков, входящий в состав НИДы Global и Pliens, только что объявил о новом позиционировании на рынке. Основываясь на 52-летнем опыте, новое сообщение представляет стратегию Эмбрака по преобразованию рынка холодильного оборудования, подробно описывая план БУ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. СПБ, ТПП и Турецкая ассоциация ИСИП обсудили сотрудничество в области кондиционирования и вентиляции. 3 ноября 2023 года в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате прошла информационно-протокольная встреча вице-президента СПБ ТПП Екатерины Лебедевой с делегацией ассоциации экспортеров систем кондиционирования и вентиляции ИСИП, Турция, возглавляемой членом. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. UBC Group построит завод по производству холодильного оборудования в Казахстане. В рамках своей рабочей поездки, Аким Туркестанской области, Казахстан, Дархан Сатыбалды провел переговоры с руководителем UBC Group, Игорем Гуменном, о возможном открытии завода по изготовлению холодильников и сопутствующего холодильного оборудования на территории области, Сатыбалды. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Склад для хранения ветпрепаратов построят в Бурятии. Склад располагается в Улан-Удэ, он предназначен для хранения ветеринарных биопрепаратов, вакцины, диагностических наборов, используемых при проведении профилактических вакцинаций и диагностических исследований сельскохозяйственных животных. Новый склад будет оснащен современными системами контроля температуры. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Реконструкция Ледового дворца Ишталь продолжится в 2024 году. Реконструкция Ледового дворца Ишталь будет выполнена в полном объеме, она затронет коммуникации, фасад, и есть договоренность с крупной благотворительной компанией на дополнительные работы. На сегодняшний день в Иштале уже полностью заменили многослойную кровлю, усилены перекрытия, смонтировали эксплуат. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу.